Продолжение следует... 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 В прошлый раз мы говорили о том, что как раз против вирусов и бактерий действует крестное знамение. И вот сегодня я принес несколько экземпляров, можете взять как раз об этом крестном знамении, которое убивает вирусы и бактерии, и об ионе, в очереди кита, несколько экземпляров. Значит, я посмотрел в интернете комментарии на этот материал, чего там только нет. И предлагаю, значит, теперь хорошо, мы знаем тест, по которому можно выявить степень благодати священников и вообще. То есть можно дать священнику задание, вот исцели вот этого больного крестным знамением. Если не получается, значит, вон, изгонять нужно из сана. Причем, знаете, такие слова употребляют, прямо из священного писания, там сразу приходит на мысль, а он-то знает лучше нас даже священное писание. Помните? Помните. Когда Господь наш Иисус Христос в пустыне 40 дней постился, и потом пришел к нему сатана и стал его соблазнять, то как он ему отвечал? Как он говорил? Он как раз ему говорил, привозил слова священного писания. Написано. А Господь ему говорит, написано. И так же отбивался священным писанием. Так и нам нужно помнить. А нужно помнить главное, что? Ну, во-первых, что по вере ваше да будет дано вам, и крестное знамение совершать нужно как? Как должно. Уже неоднократно мы в нашей общине даже повторяли, как нужно совершать крестное знамение. Среди лба, чрево, правое и левое плечо, чтобы строго был крест. Такой крест, какой должен. А не такой, какой был раньше на середину, до грудины, как перевернутый крест получался, которым пользуется, тоже пользуется. Крестом. Колдуны и вся чародеи. Но перевернутый. А почему? Да потому что дьявол есть в суть противник Божий. Криветник от века. Отец лжи. Так что это первое. А второе, мы знаем, что апостол Павел говорит, что для елинов это есть крест, есть юродство, проявление. А для нас спасаемых сила. Божие. Так что мы, когда с верой и правильно соблюдаем все, то, естественно, Господь нам помогает отразить все дьявольские козни. И все вирусы и бактерии тотчас сгинут. Да, брат. Да я хотел добавить, может, тут как раз просто к месту. На Благовестии были в то воскресенье. И мимо проходил человек, молодой человек там, не один, он там компания целая. Идут, смеются. Один прям ко мне навстречу выбегает. Что, Евангелие у тебя? Да, Евангелие. Я говорю, видишь, крест. Прям показываешь, это православное, все крест. Вот. Крест. Ха, не такой крест нужен. Гляди, как у меня какой. Вот так раз прям, грудь на распашку. У него такой большой крест. И перевернутый, вверхтормашкина. Видал у меня перевернутый крест. И смеется, дальше побежал. Так что, насчет перевернутых крестов, мы так как бы рассказываем. На самом деле, все есть на свете. И может быть даже в большом количестве. Просто мы не встречаемся так. Господь нас оберегает до поры до времени. Вот такие дела. Ну я откуда знаю, он дальше мне ничего не говорил, вот зачем перевернул. Переворачивают сатанисты. В какой-нибудь организации состоит, которые антихристиане. То есть крест, а это антикрест. Два парня идут, у него прямо вырывают это Евангелие и буквально переходят несколько шагов. И вот так вот в клочья рвут. Ну, живем мы в такое время. Чего вы охаете, ахаете? Тому должно быть. Тому должно быть. К этому нужно быть готовым. А потому нужно быть что? Бодрость. И батюшка нам все время говорит, нам нужно заставлять себя нудить, нудить себя, любить Бога, любить ближнего, любить свою душу, заботиться о спасении ее. Заставлять. Помнить свою первую любовь, в которую горели все, когда пришли на занятия. Как сегодня у Феофана Заводника слышали, да? Если мы не сочетываемся со Христом, то с кем мы сочетываемся? Вот, вот, в ком. Так что, слава Богу, сестра Надежда вернулась из поездки к своим ближним, к своему внуку. Расскажи, что вам. Расскажи нам, пожалуйста, о своей поездке. Ой, да, слава Богу, съездила нормально, чувствовала ваши молитвы, спаси Христос за молитвы. Если бы не ваши молитвы, я не знаю, может быть, я бы всех этих трудностей бы и не выдержала. Потому что, когда маленькие в доме, это я вот как новая бабушка, хочу рассказать. У нас ни у кого родственников как-то не было малышей, я к ним не привыкла так, чтобы нянчиться с ними. От своего-то я уже давно забыла, как это все было. И когда здесь, да, и когда здесь вот этот такой вот ребенок в доме, вдруг появился внезапно, это что-то такое вообще. И когда без конца это вот ночью не спим, потому что он же, он плачет все время. И как бы он еще, у него адаптация идет к новым условиям жизни. Вот, и еще тут какие-то оказывается сейчас у многих, какие-то колики детские, это вот все оказывается нормально. А я вообще не знаю, что это такое. А ты знаешь, у нас как-то вот у Лёвы не было, я помню. У нас не было, что такая была. А может и забыла, не знаю. Но факт тот, что до трех месяцев это нормально считается. А что ночами не спать, это нормально. То есть весь дом на ушах стоит. Но потом, слава Богу, как-то все это вот и попривыкли, и все потом утишилось. Потом почитали этого Комаровского, вернее, посмотрели в интернете, он как это всех успокоил. Вы не переживайте, не волнуйтесь, это все нормально. Главное сделать так, чтобы ребенок плавал. И желательно в большой ванне. И мы как-то это все быстро, активно все сделали. То есть ему уже был, только был месяц, а он уже плавал в ванне. У нас большой. Ну как это вот, на шее одевает специальный там кружок такой. И ребятишки плавают. И действительно, он успокоился, как бы ночами хотя бы стали спать. А вот через два месяца, так как я уже тоже стала собираться домой, уже как бы все это приходило в норму. Ну, слава Богу, я очень благодарна за молитвы. Потому что, действительно, это очень ситуация очень сложная, когда маленькие в доме. Ну, в общем, все хорошо, все благополучно. И соседи у меня в купе были очень хорошие, и как бы проповедь состоялась, и все хорошо. А самое то, что я хочу сказать, впечатление мое. Там я ходила в церковь, конечно, постоянно. Там вот эта церковь огромная, где вот Путин-то еще показывали в храме-то, он там стоял. И там сейчас вообще я не узнала даже как там. Там поставили, значит, следящего за порядком человека специального. То есть нет никакого брожения хождения, практически нет. Проповеди, ну, не как у нас. Вот у нас, с нашей проповедью я не могу сравнить ничего. Хотя она там есть и хорошая, довольно пространная проповедь. Но у нас, во-первых, проповеди вообще великолепные. Я благодарна нашим чтецам вот за это. Я просто скучилась по такой проповеди. У меня просто душа вот возрадовалась, как вот я снова услышала нашу проповедь. Она ни с кем, нигде. Вот я говорю, я два месяца была там в храм ходила, и я такой проповеди не слышала. Хотя тоже были хорошие. Кстати, это сыну твоему поклон. Это же и вот он подарил меня. Ну вот. Как читающему проповеди. Да, очень хорошая проповедь. Спасибо, Христос. И просто даже душа радуется. Ты чувствуешь какое-то наполнение души вот с содержанием таким вот животворящим. Просто это несравнимо. Ну так что вот благодарю всех. Слава Христуру, скажи про драфта Николая. Я несколько раз позвонил ему, он так сильно болел. Как он все еще болеет? Да, он болел. Получше. Нет, он уже сегодня на работу пошел. Ну не сегодня, конечно, плохо, что сегодня. Ну, тем не менее, вот. Ну ладно, Слава Христуру. Хотя бы ему значительно лучше. У него даже уныние какое-то пошло, что вот он тут еще один был. И помочь-то ему некому, и все это все-таки надо было. А вот на занятия. Ну ладно, спаси Христос всем. Слава Христуру. Слава Христуру. Ну, а болячих заговорили, Татьяна Кузьминична, скажите всех. Ну, все те же, но за Николая еще пока молиться. Александра Михайловна заболела у нас. Людмила Степановна заболела. Вот, чтобы позвонили мне. Маргарита Александровна время болеет. Татьяна Александровна. Да, я ее записала. Вот Аполлинария из детей. Ну, и за Инафу все время надо молиться. И Аполлинария еще болеет у нас. Детки вроде здоровья. И просила помолиться очень Лидия Павловна. Она очень больна. И Тарасова. И она просила за нее помолиться. Да, у ней она в понедельник ляжет в РТП. Оля Соклаков мне звонила, просила консультации, тоже кворает. Да. В РТП она ляжет, у пульмонологии. У ней с легкими что-то плавно. Молитесь о ней. У Лидии Павловны? У Лидии Павловны, да. Она пронесла. В общем, гриб нужно дома сидеть. У нее кашель был ужасный. Ну, прям захлебывалась она. А теперь она легкие. Вот туда ее кладут. Не знаю, как-то. Просила помолиться. Помоги, Господи, всем нашим болящим. У вас будет добра болезни. Володя очень болен. Простите меня. Володя очень болен. Молитесь за Володю. Настя Дрова путешествует. Поехала к матери. Так что молитесь, чтобы у тебя нас было здраво. Игорь Кудышев, Третьяков и Настя. Она одна поехала. Вот ребятишки все здесь. Она одна поехала. Там мама у нее в очень плохом состоянии. А ребятишки сами приехали, что ли? Вот. Поэтому за Настю молитесь. А ребятишки сами приехали? Да. Автобус ходит рисками туда. А я хотел о Сретине еще сказать. Вот то, что мы там Иону вспомнили. Яков его морский кит проглотил. И вспомнили там крестное знамение. Ну как бы вспоминаем такое духовное все. А вот Сретине, оно наипаче духовное. Потому что там есть такой момент. Особенно он бы был, если бы был известен для многих. Он бы среди неверующих пользовался бескосом. Ведь этот Симеон, который встретил Господа. Который принял его на руки из рук Богородицы. Он же прожил больше трехсот лет. По житиям святым. При Филадельфии II Птоломея. Это 272 год. Говорят исторические нам справочники. В 272 году он затеял перевод на греческий язык. Переписать все еврейские тексты, какие есть, книги. Ну, был такой развитый философический царь. Птоломей Филадельф II. 272 год, говорится. И он собрал 72, как говорит предание, из жития святых. 72 переводчиков, которые хорошо знали еврейский и греческий. Среди них был Симеон. Тогда еще молодой он был, наверное. Ну, там говорится, что они были вне застолья там было. И вот, когда он переводил, ему досталось место пророка Исаия. И там было написано. Дева, он обращается к царю Исаии и говорит. Примешь, говори, какое знамение тебе сделать, чтобы ты до конца уверовал Господу. И он говорит. Ну, не буду искушать Господа. Зачем мне эти знамения? И он говорит, все, Господь сам тебе дает знамение. И говорит, все дева в очеревь примет. И родит сына, и наречете имя ему, Эммануил. Что значит с нами Бог. И вот это знамение, оно передавалось все это. Ну, написание в священных книгах пророка Исаии. И он начал писать, и потом дева в очеревь примет. Не может понять, как так дева примет в очеревь. И вот, а дело было переписывать, а он был очень ревностный, видать, подвижник благочестия. И решил, ну, как дева-то может в очеревь принять. И написал, а там еще в написании дева и молодая женщина, небольшое различие. Там Алма, там что-то, Ама просто. И он взял и там не дописал. И в этот момент ангел появляется. И говорит теперь ему пророчество. За то, что ты не уверовал, будешь до тех пор, пока не примешь сам вот этими своими руками на руки того, о ком ты сейчас, кого ты сейчас вычеркнул из книги сей. Он написал, только занес руку написать. Да, ну не написал он, да, не написал. Я и сказал, что не написал, да. И вот так все и произошло. И вот здесь мы видим уже, вдруг ни с того ни с сего, никто не упоминает об этом Симеоне. И вдруг вот Лука, вторая глава. Причем, заметьте, вчера читали мы об этом. То есть церковь постановила вчерашнее чтение сделать. В субботу, да, вечером мы читали об этом. Только она начиналась сразу, чтобы был Симеон и принял его на руки свои. Ныне отпускаешь, раба твоего владыка. А сегодня мы читали полностью всю историю эту. То есть как будто бы Господь знал, что в субботу соберутся 10 человек. Ну, а теперь же надо, чтобы праздник того, этот великий праздник, встретился Господь с тем, который уже устал жить и который много об этом благовестовал. Он был настоящий благовестник, потому что его же спрашивали, в чем дело. Он это все рассказывал, конечно. Это через него сколько благословений там было. Господь, как интересно, из нас делает благовестников. Вот не захочешь, а он делает. Вот как вот у Игнатия Тихоновича была, мне это интересно, вот эти заметки его жизни. Ну, когда бы он хотел в тюрьму попасть? Да никогда. И вдруг раз, его в тюрьму. И он такое рассказывает, что там бывает. Ну, можно сказать, что как Симеону ему так же можно. Или как кита Иона проглотил. Ну, начинается вечер в тюрьме. И вдруг открываются камеры. И из камер, это, идут эти, камера открывается. И к ней подходят эти все стражники, которые там сторожат эти, дубаки. И начинают слушать, что проповедует человек в этой камере. Говорит, такого, конечно, никто никогда не видел. Чтобы такое было. И все преступники сидят, лежат там, как там они, все тихо, мирно, все, тишина. И только Слово Божие звучит в тюрьме. Когда можно было до этих преступников добраться? Да никогда не доберешься до них. Они же на своей молине или на деле на своем. То пьяные, то рваные, то убегают, то их догоняют. Не поймешь. А здесь все спокойно. И они слушают Слово Божие. Благословение Господь дарует через это. Как это может быть? Хотелось бы быть таким благорестником. Так, когда послушаешь. Это надо огромное дерзновение иметь. Но я думаю, кто-то может и скажет в попыхах. Хочу сказать, что это невозможно без имени Господнего. Без благодати какой-то необыкновенной. И такие случаи еще бывали. Да, конечно, рассказывают еще случаи. В житиях святых мы видим интересные случаи бывают. Когда люди узнают как-то о Христе, о Господе. И у нас тоже такие случаи были. Еще вот книги эти. Как, кто мог знать, что там в этом Украине такое вспыхнет. И вдруг в 13-м году, Игнат Игнатьевич, быстрее, быстрее нужно именно туда. В то место поехали. Там на Украине же территории были книги, да? У вас. На территории Украины. Там где, ну сейчас очень неспокойно были эти книги. И поехали в Европу уже. Сказали, там сейчас Европу объедем. И вдруг из Сербии. С Сербии, зовем у вас, да? Из Болгарии. С Сербию проехали, болгарскую границу. И вдруг их заворачивают. Вы были не в той зоне, где надо. Теперь только сюда, опять на Украину. И опять они по Украине. И успели проехать. Это как преддверие было. Прямо, если бы люди обратились к этому источнику жизни. Как будто Христос в последнее мгновение решил. Как говорится, их остановить, этих людей. А может быть что-то бы и хуже было, не знаем. Посмотрим сейчас на эти перемирия, которые идут. Дай-то Бог, чтобы сейчас там перемирие началось. То есть во всяком случае объявили, что хоть стрелять не будут. Потому что это, знаете, это какая-то прям, ну, какая-то стабильная убийственность. Постоянно, каждый день передаются сводки, что там убивают людей. Все стреляют и стреляют. Постоянно. Это здесь, на территории практически России происходит все. Это наши братья. Сколько вместе всего мы переживали. Сколько у меня... Работал очень много с украинцами. Да и сейчас сколько украинцев у нас, чтобы только взять по фамилиям. У многих украинские, ну, половина, наверное. То есть все перемешано. И люди просто сами... Ну, это политические какие-то тенденции, не знаю. Господь так делает, смотрит на сердце, на душу человека, чтобы Господь всецело желает, чтобы человек всецело отдался, отдал свое сердце Господу. Потому что по-другому быть не может. Для того и сотворен был по производству любви Божьей. Чтобы показать эту любовь Господу. Чтобы он как равный участвовал в созидании этой божественной любви везде. Ну, мы пока видим, что только одна злоба. И Господь об этом не раз упоминает. Везде говорит, и зло, говорит, человека от юности в сердце его зло гнездится. А у нас, как увидят маленького, ой, ангелочек там, ангелочек, все. А вот сейчас сестра говорит, и крик от него, и все, и шум, и сумятица какая-то. То есть везде нужно воспитание. То есть как бы маленький ребенок, он сначала воспитывает тебя, дисциплинирует. Потом он начинает подрастать, а ты должен как бы оставаться такой дисциплинированный. На самом деле, получается наоборот, человек расквашивается. Чем старее становится ему уже все равно. У нас тут все наоборот. Вот Симеон, он всегда был, он показал нам пример, каким надо быть. И мы видим, где начинается благовествование о нем. В Библии, в храме стоит, ждет все. Все, дня не пропускает, как детей несут, он уже ждет стоит. Почему? Господь показал ему, где нужно стоять его место, все. А были еще такие? Были. Написано еще, Анна пророчица была такая. Анна пророчица тоже ждет. Ну то есть как бы Господь понимает, 300 лет не вынести тебе столько ожиданий. Там вообще, вообще, говорится, ему 362 года было, когда все это. Ну, упоминается такая цифра. Я, кажется, какую запомнил, такую вам говорю. Может быть, больше было ему, может быть, чуть меньше. Но мы будем, говорим, а не просто там, вот сейчас, столетие актера у нас празднуют. Там один есть, Зельдин такой. Это, Свинарка и пастух, известный такой фильм. Он там снимался. И вот сто лет ему. И когда сказали, что он живой-то еще, я так голове почесал, думаю, ничего себе, сто лет. А здесь, а здесь больше 300, больше 300 человек прожил. И он в ожидании живет. Там этот просто актером там пляшет, все это, жизнь такая, что ясно, что тяжело ему. А здесь прожил уже столько и в ожидании. Будет, когда это будет, Господь не сказал, но он знает, что будет. И он ждет, он ожидает. И какие молитвы у него? Были ли молитвы, говорит, чтобы пришел Мессия? Но мы их такие нигде не слышим молитвы. Я представляю, какие молитвы были у Симеона, как он молился. Господи, да когда же, наконец, я это увижу? Да как же так, я посмел-то тебя ослушаться? Слезы какие, покаяния у него. И люди, конечно, вокруг знали его, наверное, думаю, историю, все это. И когда он принял младенца Христа на руки, младенца принимает и говорит такие слова, которые не просто серьезные слова, а слова, переворачивающие всю жизнь человека. Вот это все относится к нашей встрече со Христом, к рождению свыше. Когда-то мы эти слова все сказали, и сейчас мы, как Симеон, ждем с вами. Да, там всякие скорби, печали, без них никак это необходимо. И мы, как помощники друг для друга, как вот Анна помогает ему, мы видим. Я думаю, там и другие тоже помогали, потому что его же никто с храма не выгонял. Так бы уже давно, как, помните, еще была такая Анна, которая плакала и молилась на коленях, там шептала губами, и в этот момент первосвященник сидел в храме и смотрел, осматривал все, видать, и видит, как-то не так она себя ведет. И говорит, пьяная женщина, выйди отсюда, протрезись от твоего вина. Да я от скорби такая, говорит Анна, и потом рождает пророка Самуила. Вот как оно бывает. То есть должны быть всегда помощники, люди, которые могли бы помочь тебе в этих состраданиях, сострадали тебе в скорбях и так далее. Но я вспоминаю все, Игнатий Тихонович рассказывает о том, как скорбел он и плакал в тюрьме, когда он рассказывал о том, как он все осознавал, что не зря он туда попал, в эту тюрьму. Поэтому мы должны вот это все осознавать сейчас, пока мы не попали в эту тюрьму, потому что если мы-то попадем в тюрьму, то мы можем пожиже оказаться. Поэтому давайте лучше сейчас мы скорбеть нам и плакать о грехах своих. И эти грехи видите там, где они есть. И называть всегда белое белым, а черное называть черным. Потому что мы должны не только знать об этом, что это зло, но и останавливать это зло. Но ротцы и побеждать. Спасибо, Христос, Борис. Слава Христу. Игнатий Тихонович, Вам слово. В 2013 году мы самую длинную по тем временам поездку совершили, продолжительную. И остановились в шахтах. И там живет родной брат отца Иоанна Суворова, который в Туле. И жив их отец. Я услышал, он разговаривает, и краем уха услышал. Потом попросил его пересказать, что он говорил о крестном знамени. И все это записали, и ролик стоит. Он шел в церковь. Небольшого роста, но очень крепкий такой был. А случай, это от Господа было. И вдруг откуда-то, или не досмотрели, выскакивает огромный пес. И на него. И этот, он попытался защитить, и пес ему как руку захватил, говорит, вот так вот все у него в пасти у него оказалось. Ну, представь тебе, вот Сергей знает, что это, если собака на теле со всей силой несется, да большая какой-то док там, и ты в руках оказалась в пасти, что дальше-то делать-то? А он ничего не стал делать. Он спокойно стоял, и внутри вот так вот совершил крестное знамение у него. Я не слышал такого. Вот в утробе кита, а это, считай, во рту пса. И он все показывает, и рассказывает, и все это у нас записано. И как только я вот так вот сделал поперечину, как он завизжал, пес этот, как будто его кто-то дубиной ударил, рот раскрыл и бежать не знает куда. Вот это действительно сила крестного знамения. Потому что, когда в спокойной обстановке мы думаем, то это одно. Но когда вот такие экстраординарные подставляет Господь случай, мне помогли, когда я был в Америке, и нужно, на Потеряевку я решил купить полную, полный КамАЗ, рабицы. Самая опасная погода, когда было немножко лед, потом растаяло, а потом чуть-чуть снежок еще растаял, как маслом. Даже воробей садится еще долго, юзом едет. И вот мы там на развороте, около под Степной, и скорость не больше 30 километров была. И вдруг машина завиляла, а что сделаешь, как маслом намазано. И вот она идет уже в Кевет, я знаю, надо молиться. Ехал дорогой молиться, молился. А как только подошло время, тут надо крестное знамение сделать. Все забыл, как будто никогда я не молился. Я только сижу, у меня одна мысль, нет, это не должно быть. Это так не бывает. А она еще дальше, наконец-то. Опрокинулись, раздался скрежет, сознание погасло, ничего нету. Я потом анализировал, смотрел и все, думаю, вот, кажется, и подготавливался к смертному часу. А внутри-то все опрокинулось, меня завалило, внутри кабина-то шофер первый очнулся, у него кровь просто течет тут. И он смотрит, меня нигде нет, он сильно испугался-то. И когда он сиденья-то там поднял, инструмент-то на мне, а машина-то полная была. У меня рука в сторону отломилась, я думал, что она отлетела от меня. Нет, она сидела. Я ее рукой-другой повернул, и машина-то стоит, и мы в эту дверку-то кверху полезли, как вот люк из подводной лодки. И в это время, видим, наши едут, идет поезд, он один в это время идет, и наши сидят, они не знают, едут по Теряевку. И как дальше что было? Как искали погрузить, а сетка арабиса распушилась, нельзя, там икрас наняли, два трактора. Как это все в машину, там в три машины не втолкаешь, там сейчас инструменты еще сколько есть. Там я накупил молотки, ножовки, пилы, а снежок только выпал. Вот, я к тому говорю, что все время надо себя примерять вот в этой установке. А как это будет? А как я буду выглядеть в это время? Если навык большой, не столь внезапно. Внезапность обладает одним качеством. Златоуз говорит, что человек сильно теряется. Поэтому Бог так медленно подготавливает. Сегодня ребенок у тебя заболел, вот, сестра внезапно умерла. Тебе звонок, у тебя то диабет, то еще-то где-то что-то. Подготавливает каждого к исходу. Вот это тоже надо для себя взять. Игнать Игорьевич, расскажите повторно о крестном знамени, которое вы в первый раз совершили за столом. Как вам трудно было? Ну, как? Я был в Искитиме, если как в Новосибирск едешь, 60 километров от Новосибирска. И реконструкция города. Это километров, наверное, 3-4 километра от города. Новое место, прямо в степи. И первым делом надо котельную сделать, трубы. Новое, то есть реконструкция города идет. И там вагончик, в вагончике мы сидим. Я беседую с Александром Ивановичем Устиновым. Это отец нашего Володи, который живет, Виталий Устинова. И он говорит о нем несколько слов. Это начальник радиостанции Константина Рокоссовского. На переднем фронте прошел всю войну. Коммунист. И потом обратился. И как с ним что было? Он приговоренный к расстрелу был. Судил как раз на суде был Меркулов. Это вообще министр госбезопасности. Не знаю почему так было. Ему расстрел дали. А человек настолько прочный был, что они ничего не могли сделать. Ну понял, сразу спросил. Говорит, понял, буду со Христом. Я только сейчас думаю, а так буду. Ну надо писать. А помилование, а зачем писать? Я не желаю. Они бились, бились. Через три месяца сами написали помилование. Ну, советский суд самый хороший. Ему дали 25. 5 ссылки и 5 поражений в правах. То есть 35. А Сталин-то говорит, когда скопытился, и он отсидел 2 года и 4 месяца только. И вот этот герой Вера Александр Иванович меня спрашивает, как обедаете? Я говорю, ну, столы есть. А там знают, что у Веры еще? Конечно, знают. А крестишься? Я говорю, нет. Я про себя молитву читаю. Вот надо же. Никогда не задумался. А почему? Не знаю. Ну, это же свидетельство вашей веры. И вот на завтра я пошел, думаю, все. И сегодня я перекрещусь. На собой сумочку достал. Рука, как вот с носом налито, они поднимаются. Я подумал, ладно, без обеда проработай, дома пообедаю. А потом думаю, если не сегодня, то когда? А сатана-то стоит рядом, смотрит. И тогда я закрыл глаза, Господи, Иисусе Христе, Среди Божьем. Помилуй меня, Грешина. Про себя. Мужик напротив сидит. О, тебе что? Лишний кусок хлеба Бог даст. Я промолчал. А рядом сидит. А что ты с ним разговариваешь-то? Дай ему в морду. Вот который этот, рядом со мной, это тому, говорит, дай в морду. А тот говорит, кому? Разворачивается этого, который советовал советчику в нос. Ну, их захватили с той, с другой стороны, скамейки, их и обоих. А ну, если пурга такая идет, обоих выбросили, а я остался, сижу здесь за столом. Значит, сатана не мог ничего сделать. Он найдет другой способ как. Ну, и с этого дня, ну, тихой сапой начали вредить. Вот, и приезжаем в валенках зима, а там надеваешься резиновые сапоги. И вот обратно ехать на машине, надо переобуться. Я сапоги взял, они тут-то было. Они тогда кирпичи забили, их не вытащить еще нельзя. Сапоги. Они раздулись, не могу вытащить. А сумочка висит, они узнали куда. Но постная. Решили они мне помочь. Убили мыша, и между кусочками хлеба положили дохлую мышь. То есть, вот такие вот по мелочи укусы были. И вот через это Господь укреплял. Это подготавливал, кто, о чем брат Игорь сказал в узах. Вот про узы хотел немножко сказать. Некоторые, да я бы, как бы, я таким советую, сидите тихо, спокойно. Иначе, говорят, со стенки соскребать ложкой тебя будут. Ты не знаешь, какие там обстоятельства. Как это будет, как расположено начальство. Какую камеру посадят. Какие люди. Ну, входя в камеру, показывают, как надо входить. Он зашел, а кто такой. А что спрашиваете-то. Ну, пришел и пришел, и дальше показывают. Их там шестеро в камере. И он один, один со всеми расправляется, кидает, бьет. Это кино. Ему спать ложиться, он один. Это последняя будет его ночь. А ночь-то у него, у каждого заточка с собой. Ничего не надо. Я, заходя в камеру, первым делом крестное знамение. Дверь закрылась, перекрестился. И громко на все 70 человек слышат. Мир дома всему. Зашевелилась остановка. Старший, как пахан, подходит. По какой статье, еще не знает. 190 прим. А что это такое за статья? 190 это значит милицию где-то приголубил. А прим? Даже начальник тюрьмы не знает. Но я рассказал, это распространение заведомо ложных измышлений, порежащих общественно-государственные строй Советского Союза. А дальше уже все как вот есть. Вот. Бог сразу начинает располагать сердца людей, которых я не видел никогда. Это преступники. Нужен свежий воздух. Я забыхаюсь просто. Он подошел к окну. А они спят по переменке. 35 шконок, хорик. И он двоих сразу убирает. И больше ни один тут не сядет. Ложите здесь. Видите? То есть на помощь тебе из их же среды будут. Так было всегда с народом Божиим. И Бог запрещал прикасаться к помазанникам Его. Это просто крестное знамение, как открывает как бы двери. Я помню, в Жанатаре было, это я уже там второй раз был. И в это время приходили письма, ходатайство из ООН, из других мест, в отношении меня. А помощи-то никакой не было. Ну а тут уже близилось это помилование, к освобождению. А я-то ничего не знаю. Рор это режимно-оперативный работник. Дулутбаев был. Палач. Его несколько раз пытались убить и не могли ничего сделать. Он то в окно выскочит, то где. И он, я же говорил, при мне не креститься. А тут сидит начальник по оперативной работе. Я перекрестился. Он это единственный раз ударил. Ударил вскользь по руке. Этот по-казахски ему что-то заговорил. И он мгновенно изменился. И забармотал ему в ответ и сразу. О, да это я нет. Я просто так, рука у меня махнула. Нет. Вы по-славянски знаете это. Начал заговаривать. То есть у них, оказывается, я спросил, а что за поведение? Приезжал майор из КГБ, предупредил этого человека, чтобы никто не трогал. Плохо, что КГБ ведет. А в то же время у меня самое хорошее воспоминание, что меня КГБ вело. Когда всех убивали, убивали. На уровне головы кровью залит красный уголок был. Рассказывает, что для меня было. У меня всегда, отец, идите, там журналами позанимайтесь. А на завтра около меня подходит боксер. И разрешите около вас трое встать. Убивают. Позвоночник ломают. А у меня никакого, ни защиты, ни протяжения никакого. И Бог вывел, как на крыльях. Я еще на суде, когда был, и сказал прокурорам, поняли? Уже приговор вынесен. Я говорю, понял. Вот так вот стою за перегородкой, два раза шагнул. Два раза шагну и на той стороне. С пророком Ильей на колеснице выйду отсюда. И так все и получилось. Я еще не вернулся, прокурор умер. И дальше уже по Божьей пошло. Я пришел, жизнь здоров. И по сегодняшний день. Аллилуйя. Слава тебе Господа. Остается только сказать, что нам небезызвестны умыслы сатаны. О себе могу сказать, что не нужно бояться, не нужно преодолевать ложный стыд. Я из своего собственного опыта говорю, что стыд этот остается до сих пор. Вот я всегда, когда дохожу до угла, вот у нас угловой подъезд, я дошел до угла дома. В крестном знамени отсоединяю свою квартиру и говорю, Господи, сохрани, помилуй, защити. Следом за мной шел как-то мой однокурсник. Неверующий человек, несмотря на то, что я несколько раз с ним беседовал, с его женой тоже. Оба, не муж с женой, а оба однокурсники мои. Он следом за мной идет и говорит, как хорошо ты придумал. Но до сих пор бывает так, что вот идут рядом люди, идут, и я на углу. И нужно мне осенивать крестное знамени в мою квартиру, а рука как бы, знаете, что-то там, какой-то ложный стыд возникает. И приходится преодолевать его постоянно. Это говорит о чем? О том, что он всегда не дремлет. Он внушает нам ложный стыд и обстоятельства разные подсовывает. И все. Нужно что делать? Бороться. И не просто бороться, а побеждать. Бороться. Аня. Братья и сестры, я тоже хотела сказать о крестном знамени, но у православных не принято сны рассказывать. Но я расскажу, что я их так называю иногда исповеднические сны. Вот мы все знаем, что во сне трудно думать. Вообще, ну, то есть ты только побежишь, и кого-то тебя трамлет. Вот у меня иногда снятся сны, особенно вот когда я уверовала, раньше, что я их знать не знала. И когда вот снится сон такой, и что-то тебе нужно исповедовать. А естественно, как исповедовать? Надо на себя, себя осенивать крестником. И не можешь. Я прямо во сне четко создаю, что у меня вот эта рука, эта, главное, движется левая, а правая как пудовая. И вот мне приходится, вот я во сне, это четко, приходится левой рукой себе вот так делать. Я не знаю, может быть, у кого-то еще бывает. Ну, не знаю, зачем рассказала. Ну, вот просто вот, бывает, такие с ней, причем, ну, не часто, нет, но бывает. Слава Богу, что ты преодолеваешь вот эти препятствия. Слава Богу, аллилуйя. Я хотел еще сказать, в следующий раз будет у нас прощенное воскресенье, поэтому, может быть, как-то это все будет сумбурно. Сейчас нужно будет нам время уточнить, когда мы на Великий Пост будем собираться четыре дня первые. Читать. Читать, да, канон, Великий Покаянный Канон Андрея Критского. Всегда. Ну, вот 23-го, вроде как, там выходной. Да, 23-е, это... В понедельник. Это понедельник, вроде как... Вонедельник, но будет выходной. Можно будет пораньше, потому что, я так понимаю, кто так работает на государственных предприятиях, можно будет пораньше здесь. Так, кто из тех, кто работает на госпредприятиях, может прийти, молиться во вторник, в среду и в четверг? Допустим, в шесть часов, кто может прийти, если в шесть часов начнем? Это тот, кто работает. Так, ну вот, хотя бы у нас... В шесть часов, в шесть часов, как считаете? Ну, видите, люди придут, если мы, это... А если в пять, то в пять кто сможет? Ну, вряд ли они уже, что там... А прошлый год, пол шестого, пол шестого, нет, пол шестого, туда-сюда, зачем? У нас час чтения идет, за час мы заканчиваем, в семь часов закончим, еще даже не будет темно. Я думаю, нормально, да? То есть, значит так, 23-го числа в четыре часа, да, собираемся? 23-го, в четыре, нормально же? Вот как у нас идет служба? В четыре часа вечера. Потому что будет праздник, всем, как говорится, нормально будет. А остальные дни в шесть часов тогда рабочие. Есть кто-то до шести, кому-то придется отпрашиваться. Еще, еще, братья и сестры, есть такая... Ну, все, запомните себе, запишите это. Первый день четыре часа, потому что праздник. Ну, а там первый день придете, там уже дальше пойдет у вас. Есть такая раба Божия Юлия по имени Юлия. Есть от нее просьба. Ну, не будем оглашать, откуда и кто, но вот такая раба Божия есть, она готовится к окрещению. И испытывает большое гонение со стороны ближних. Вплоть до смертоубийства. Так что, помоги Господи ей, чтобы она преодолела это препятствие и пришла к купели святой. Сколько лет? Не важно. Молодая. Ну, молодая. Так, еще у вас какие есть просьбы, пожелания, да, Нина Александровна? Игнат Дихонович сейчас вот рассказывал про Александра Ивановича Устинова. И был у него, вообще-то, вот закончилась жизнь-то интересно. Рассказали бы, вот вам Нюра рассказывал, когда вы были там на Востоке у нее, и Нюра вам рассказывала, как вы уходите жизни. Расскажите, пожалуйста, это же очень интересно. Не слышно. Они вроде как что-то. Видите, то описывают книги, и они будут повторять. Я хотел вас сегодняшнем празднике. Вот то, что встретение называется. В народе это известно одно. Зима с летом встретилась. Снег загорится от земли, а лед от воды. Это мне еще отец говорил. Больше ничего никто не знает. Тем более, как праздник, он установлен даже неопределенно. Шестой, седьмой век куда-то относится. Я считаю, для меня, он праздник, но он надуманный. И он дальше не несет никаких последствий после этого. Но Симеон умер, Анна умерла, ну и все. На руки взять Христа, это только так уже образно сказать. Я задаю вопрос, почему никто никогда... Ну это то, что монахи делали переходы к праздникам. Вот что разрешается, есть, они строго за этим следили. Нигде не отмечается даже маленьким праздничком или крестиком, да-то. Как апостол Савл, Савл встретился со Христом и стал Павел. Это последствия для всей вселенной. Я более всех их потрудился, больше всех апостолов. Облетал ее, как на крыльях Духа Святого. И вообще нигде никак не отмечается. Вот отмечают, да, вот было тогда-то сарацины. Сарацины не определяют, какие-то арабы. И вот они нападали. Неизвестно, что они там хотели от Иерусалима. И вдруг юродивый Андрей с учеником Епифанием видит Божью Матерь, амафор раскинул. Никто этого не видел. Никто этого не знает. Один юродивый сказал. И мы попали на этот день, 14 октября, покрова, в Москву и греческий храм. Зашли, нормальная, обыкновенная служба. Мы подошли к батюшке, он говорит, а никогда в Греции этот день никто не отмечал. Это русские придумали. Интересно. Ну а почему бы не отпраздновать освобождение Сталинграда или прорыв блокады у Ленинграда? Я не сторонник произносения слов этих. Ну так города тогда назывались эти. Почему это? Ближе нам, понятнее. Русских там больше миллиона погибло. Вот это никак я не могу понять, почему. Церковь должна быть подвижно откликаться. Там юродивый один видел, и никто этого не знает. Отступили войска. Дальше все это добавлялось, добавлялось. А здесь определенно четко живые люди. Родственники, у которых погибли там люди. Вот у нас здесь была Галина Ивановна Силина, она из блокадниц. Как бы ей это близко-то было, что это отмечается. У нее особое чувство благодарности, что блокада там прорванная, они остались живые. Люди везли ночью снаряды, машины попадали, под лед уходили. Вот как-то нет этой реакции на реальность, что вызовет еще большую благодарность. Даже крушение коммунистического режима. И то, можно было ответить, что прикрыло нас Божьей Матерью. И в какой день это было сделано? Наверное, преображение такое, когда в 1991 году было. Точно 19 августа. Почему не сделало? И хотя бы какую-то подвижку к этому. 72 года плена кончились. Дали свободу, мы не умеем ей пользоваться. Коммунистическая зараза уходит. Там фашистов вешают, а здесь Зюганов празднует победу. А коммунизм принес беды. Если не в сотню раз больше, чем фашизм. Это все знают. И вообще никакой реакции нет. Меня всегда это трогает. Я понимаю, что все это зависит от церковного вышестоящего начальства. Если бы они это подняли вопрос, вопрос сразу был бы принят. Тем более власти отмечают день Единства, 7-8 ноября. А прямо показать. Освобождение из плена. Израиль отмечает обновление храма. У них пост объявляется в это время. Израиль знает, что такое Пурим по сегодняшний день. Но это разово было событие. Но оно с их народом было. Аман будет повешен. Мардахеева торжествует. Испирь сказала, чтобы всегда праздновали день. Почему Испири такой не нашлось, которая сказала бы праздновать освобождение России от коммунистического гнета? Меня вот это больше трогает. Это про Александра Ивановича при жизни. Если бы живой был, это многосерийный фильм можно было снять. Как он на фронте был. Вообще, говорит, мину, как картошку, сажают вот так, рвутся вокруг. А ему в это время надо восстанавливать радиостанцию. И ни одного ранения даже нет. Он о себе что рассказывает, у меня записано где-то на пленках было. Очень близкие мы были с ним. Это записано. Это говорить даже можно не высказать всего этого. И как он обратился, через что на фронте. Протоколы сионских мудрецов. Никогда даже не подумаешь, он эту тему знал. Знал в пределах открытых. И у него везде прогляд был вперед. Он в вузах когда сидел, и в это время увидел сон. Сон, значит, облака, светит солнце, и оттуда показывается булава, вот, которая рисует три, на конях сидят три богатыря. Ну, видит что-то еще, какое-то оружие. И он так задумался. И говорит, был там еврей, который сны эти разъяснял. И он ему разъяснил, какие бедствия ждут Россию, что это будет. И тебе это открыто, но это будет не при тебе, потому что окончание булавы ты не увидел. И так все и было. И потом он подходит к нему и говорит, я говорю, сон сегодня видел, ты освобождаешься. Он говорит, как освобождаешься, мне еще 20 с лишним лет сидеть. Освобождаешься. А как, я говорит, не знаю, но мне Бог сказал. И правда, после обеда подходит, кто там, работник, я тебе просто тайно скажу, на тебя освобождение пришло. Понятно? Совершенно незнакомый человек, еврей. Поверил он во Христа? Нет, я сейчас не могу сказать. Но Господь дает какие-то вот такие тайные, ходы делает, и ты только их прими. Какое к тебе придет утешение? Это вот я могу сказать, в вузах было, пост идет. Ну, я пощусь, соблюдаю строго. Ну, вот, рыбный день, Благовещение. Где, какая рыба? Раньше времени, в 6 подъем, а в 7 завтрак будет. В 6 минут 10 седьмого, вдруг, кормушка, кормушка, это окошко в дверях, открывается, с большим блюдом стоят. Давай чашку, чашка-то выкажут заключенную. Не повреждена, не переварена, а то у нас так варят, говорят, у рыбы глаза в потолок. Очень хорошо сваренная селедка, и они специально ждали этого дня заключенные, и принесли мне в камеру, и прям грудой навалили, и вся камера питалась. Это вообще даже придумать нельзя. Охранник стоит, на той стороне подошел, он хочет что-то сказать мне, а сказать не может, у него маг занимает 80%, наверное. Я потом говорю, я не могу понять, что говоришь. Как в параши булькает, что-то одна крошка падает, как ее достать оттуда? Он еще постоял маленько, огромный кусок сыра, хлопал, это тебе, за то, что ты говоришь. Сыру, сыру, настоящего, там швейцарского. Никогда не догадаешься, с какой стороны Господь как подаст, ты только жди и знай, Он смотрит, и сверх сил не даст, так, чтобы вы могли перенести, написано. Вот это я могу засвидетельствовать, перейдя за бугор этой жизни. У Бога столько делателей, которые знать не знают, и Он их пошлет. И мне одна рассказывала женщина, была в блокадном Ленинграде, мы, говорит, все уже, умирали. Ну, молились, молились и просили Бога. А выше, там бы офицер жил, ну, эти давали ему, хороший паек, их нельзя было заморить. И вдруг ему голос говорит, на первом этаже квартира, прямо под твоей, пойди и паек отдай. Он посмотрел, везде никого, нигде нету. Второй раз голос, третий раз сказано, если не отдашь, что смотри. Он схватил все, что у него было, сумочки, спустился вниз, а они дверь, говорит, не закрывали, чтобы покойников легче было выносить. открыл дверь, все бросил и обратно, а утром пришел, и зашел и спрашивает, кто вы такие? Я не знаю, говорит, что со мной сегодня ночью было, говорит, голос трижды был, третий раз, я сильно испугался, и пришел, и выбросил все, что у него принесли. Вот как Бог делает, он даже не знает этого. Вы всегда знаете, что мы охраняемы любовью Божией, а у Бога столько есть тружеников, о которых мы даже не подозреваем. И когда приоткрывается, как у Арсения написано, сколько огоньков везде горит, которые и крестное знамение совершают, и сектанты, и мусульмане у меня, все приходили на помощь, евреи, которым я вовсе не был другом, а уходили мы, как будто самые близкие друзья, еретики, рядом были, иеговисты, свидетели иеговок, и те старались утешить словом своим. Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Напомнить нужно, что сегодня загранили на мясо. А дальше сплошная сырная неделя. Блины в рождолье масленица. Широкая масленица. Там огромный плакат висит у нас здесь в городе. Написано, Сибирская широкая масленица. Это написано с 16 по 1 марта. Я думаю, действительно, вот это широкая и сибирская. То есть, когда мы будем покаянный канон тут, читать кореннопреклонные молитвы, люди там еще будут до сих пор с широкой масленицей все провожать, встречать. Там и чучело, и чоток они понаписали. Чем дальше, тем больше этих заблуждений, и всяких языческих приветствий. Ох, и любит это наш народ. Одно только он не любит, встречать благовестников. Как не любил, так и не любит. В тот раз были на благовестии, один вокруг меня бегает, тот туда что-то пройдет, тот сюда, мужик, хорошо одетый. Это баптист, баптист, я ему, да это вот, глядите, православный крест. Отойди от меня, отстань ты от меня, опять бегает, главное, вокруг по остановке. На пять я говорю, да, я говорю, хочу вам показать, что я не баптист, а я, главное, ему подал визитку в православную церковь, сайт православный. Наверное, баптисты, точно баптисты. Я говорю, вот переворачиваю, вот Кирилл тут, уже подхожу к людям, ну вот скажите ему, говорю, видите, Кирилл написано же. Он, да уйдешь ты или нет от меня, маленький такой злобный, ну именно супер православный человек, просто ужасно православный. Так ему охота, чтобы я был баптистом, потому что ясно, что у него борода бритая, сам он никогда на благоествие не выйдет, чтобы с людьми встретиться. И как вот идешь, смотришь на этих людей, после вот, как-то кто крест у него перевернут, и то еще что-нибудь у одного. Другой отбежал, потом подбежал. А что ты хотел-то? Я говорю, да я хотел вам Евангелие, подарить. И так достаю, ого, какое, раз схватил и убежал. Я думаю, ну какой странный народ, а у нас. На кого только не нарвешься. И всех Господь говорит, надо любить, потому что ближние, они твои, израненные лежат. Слово ободряющее сказать. Нам-то, конечно, его услышать хорошо, но у нас здесь много, мы друг друга подбадриваем, это прям несомненно. Особенно это вот видно, на занятиях у нас кое-кто собирается, поэтому всех приглашаю на занятия, ко мне в моем доме, всех приглашаю. В два часа дня, в среду и в пятницу. В два часа дня у меня проходят занятия. Ну а сегодня тоже опять трапеза и занятия. Так что еще хочу попросить, буду теперь просить, пока не уеду. А я собираюсь я на учебу в Москву с 12 марта, и пока не уеду, буду просить вашей помощи, и там буду просить вашей помощи, чтобы вы молились обо мне, чтобы Господь послал мне ангела-краничера в пути, и возвратил меня в здравие душевным и телесным, чтобы мне этот пост там, как раз пост будет. Дом это постится хорошо, вот там как, ну, чтобы все было благополучно, может быть, Бог даст подобит Господь меня, и съезжу к отцу Иоанну, и съезжу, собираюсь съездить в Воронеж к болящему нашему брату Сергею, который очень сильно помогает нашей общине в работе. Поэтому еще раз обращаюсь, у кого возникнут какие-то мысли, как его поприветствовать от нашей общины, что подарить ему, может быть. Так что думайте и говорите мне. Спасибо, Христос. Все хотим. Болимся. Еще хотел сказать, что брат Владимир заболел, видите, сейчас Сергий у нас снимает, Владимир очень много помогает, и мне тоже, и у меня тоже особенно, но и здесь. Все, что вот в интернете там выставлено, везде, какие съемки, причем и в качестве, он старается очень сильно, очень, очень хочет, чтобы не было нареканий. Поэтому помолитесь о нем, помощники. Когда приходишь к нам, перекрестился, помолился и говоришь, мир дома всему. И Володя всегда рядом здесь. Он говорит, смирно принимаем, а сейчас в ответ тишина. Так что, я спорю, чтобы оставил его. Но меньше сегодня был. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную игры непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении Своем, проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день проставлять Тебя засуды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас пойдем ко мне, все снимем сразу. Галь, иди сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова